Сильная женщина Сильная женщина Сильная женщина Сильная женщина Сильная женщина Сильная женщина Нам их нужно обработать. Вижу две странных машинки. Расскажи, что мы будем делать. Мы снимем фаски, чтобы они у нас были аккуратно закругленные края, а потом пройдемся брошировальной машины, чтобы придать такую аккуратную глубокую текстуру перед покраской. Давай приступим. Ну вот, одной штукой мы уже обработали края, я так понимаю, а дальше мы будем брашировать, правильно я сказала? Все верно. Возьмем этот инструмент и сейчас пройдем все доски им. Аркадий, объясни, пожалуйста, мне и зрителям, что такое брашировка, для чего она нужна нам? Сейчас этой плоской поверхности мы придадим глубокий древесный рельеф вот этой машины. И сейчас, когда мы покрасим, появится рисунок. Очень гладкая, кстати, приятная на ощупь стала. Ну что, Аркадий, я вижу, мы сейчас будем красить, я обожаю красить. Расскажи, что за краска и как ей покрывать? Да, наша барбекю-станция достаточно много времени будет проводить на улице. Это максимально агрессивная среда, осадки, солнце. И деревяшку нашу нужно защитить, поэтому это средство, как заявляет производитель, дает восьмилетнюю защиту. И вот мы сейчас нанесем на два слоя. Это будет красивый внешний вид и хорошее качество, которое позволит сохранить нашу конструкцию в целом. Сейчас я разотру лишнее. У нас будет равномерный, достаточно аккуратный слой. После небольшого высыхания мы нанесем второй слой. Ну что, я наношу краску второй раз. Она у нас уже высохла, мы дали ей постоять, чтобы сделать более насыщенный. Вот уже получается более темный цвет, более толстая пленка защитная. Ну вот, мы брусок один покрасили, сейчас мы покрасим все оставшиеся. И что мы будем делать дальше? Красим все оставшиеся и переходим к сборке. Отлично. Мы с Аркадием Наславу потрудились, и у нас готовы все-все дощечки, да, тут можно даже мускулы качать. И сейчас мы их будем вставлять в нашу конструкцию, это железный каркас. Все готово, приступаем к раскладу. Как лего. Мы закрепили наши доски саморезами, и теперь самое время ставить мангал. Давай, Аркадием Наславу. Вместе с каркасом мы сварили еще заодно мангал, и вот сюда у нас. Боже, какая прелесть. Одно удовольствие готовить вот в такой зоне шашлыки, мне кажется. Я бы готовила и на завтрак, и на обед, и на ужин. Супер. Сейчас мы пойдем ее опробуем, пожарим шашлыки или, может быть, рыбку. Спасибо тебе, Аркаша, большое за такой классный мастер-класс. Приходите еще, у нас много всяких изделий впереди. Обязательно. До новых встреч. Не будем далеко отходить от темы загородного дома. Там, как и в любом помещении, необходима качественная организация пространства. Для этого можно изготовить полки, шкафчики и прочее. Мы сегодня сделаем стеллаж-лестницу. Уверена, вы его сможете применить у себя. Как вы думаете, что получится, если соединить циркулярную пилу, струбцину и девушку? Скорее всего, выйдет один очень интересный, необычный мастер-класс. А вот что сегодня мы будем делать, расскажет эксперт. Олег, пожалуйста. Сегодня мы будем делать необычный стеллаж в виде лестницы, уходящей в стену. Для чего он будет нужен? Для хранения каких-то мелочей, либо для расстановки на нем цветов. На даче растет много цветов. И мне кажется, самое прекрасное, что действительно на даче вы его сможете собрать из чего угодно, из остатков. Из остатков, что мы сегодня и продемонстрируем. То есть это не было специально заготовлено, это просто остатки, которые лежали у меня в мастерской. Для этого мастер-класса нам потребуются 4 полки, соответственно, я нашел 4 обрезка, 2 доски любого размера. По возможности циркулярная пила, можно использовать обычную ручную. Для удобства струбцина, ну и мелочи в виде карандаша, угольника, рулетки. И, конечно же, шуруповерт. Так как делаем из остатков, мы берем меньшую полку и вырежем по ее размерам остальные. С помощью чего? С помощью циркулярной пилы. А нажимать куда-то надо? Да. Надо нажать на одну из этих кнопок, наверное, вот этим пальцем сюда. А нижним на нижнюю. Идеальная работа. Просто ровная линия. Они получаются одного размера? Да, и лесенкой. Дальше нужно задать угол наклона будущим боковином, то есть доском. Для этого можно воспользоваться транспортиром и гарандашом, но мы поступим проще, потому что у нас есть троцовочная пила, которая задает нужный угол. Для этого я настроил угол пиления на 7 градусов, что и даст нам наклон для всей конструкции. Отодвигаем собачку и нажимаем на... И просто опускаем. Я точно не снимала, да? Нет. Мы получили нужный угол 7 градусов. Закрепляем доски ровно друг к другу. Сверху часть, которая будет прилегать к стене, она должна как бы врасти в стену. Соответственно, нам нужно убрать заднюю часть вот этих досок. Эта процедура будет чуть посложнее, поэтому я ее сделаю сам. В следующем этапе нам нужно очкурить получившиеся доски, и прямо сейчас мы это и сделаем. Когда мы обрабатываем деталь наждачной бумагой, она очень сильно нагревается, поэтому лучше делать через два слоя. Лицевая сторона досок нам не нужна, так как она уже строганная. Нам нужно обработать от заусенец только торцы и крайние части. Так? Ну то есть, по сути, это чтобы не поставить за ноги? Да. Да. Что будем делать теперь? Теперь мы сделаем разметку для... Того, чтобы установить полочки? Да. Для отверстий крепления полок. Так как у нас задан угол падения, скажем так, нашего стеллажа 7 градусов, соответственно, тебе нужно сделать 83 градуса. Дальше нам нужно скрепить эти две детали между собой, чтобы они не ездили относительно друг от друга, чтобы отверстия были симметричны на обеих деталях. Смотри, у нас ширина доски 9,5 сантиметров. Соответственно, мы визуально делим на три части. Ты можешь сделать отметку прям дави, вот так, на трех сантиметрах. Там давить? Да. И на семи. И теперь остается сделать отверстие. Для этого нам потребуется очень тонкая сверлышка 2 миллиметра в диаметре. И шуруповер. Теперь нам потребуются саморезы и, ну, уже не сверло, уже бито крестовая. И сейчас я буду держать направляющие под нужным углом, а ты будешь их крепить к нашим полок. Ну что, наш стеллаж готов. Получилось, мне кажется, очень прикольно. Да, получилось очень классно, ты молодец. Для тех, кто планирует использовать такой стеллаж на улице, можно покрыть его дополнительно какой-то защитной пропиткой. Мы же планировали его использовать дома. Нам остается последний штрих, просто улучшить его визуально. И мы скроем саморезы с помощью специальных наклеек. Ну что, вот такая классная вещь у нас получилась. Вы ее можете использовать для любых своих целей, особенно актуально будет на даче. И, кстати, мы прямо сейчас можем показать, как это будет выглядеть. Конечно, делать что-то полезное своими руками можно не только в мастерских брутальных мужчин. Украсить ваш дом смогут изделия из природных материалов, например, из бересты. Вы знакомы с этим материалом? Я сейчас отправляюсь на очередной мастер-класс. В моих руках настоящая береста. Рядом со мной мастер Анна, мастер народных промыслов. И сегодня мы сплетем из бересты салфетку, а также узнаем подробнее об этом натуральном материале. Перед тем, как сделать что-то из бересты, ее надо подготовить. Что нужно с ней сделать? Береста – это верхний слой березы. Собирают бересту примерно в июне месяце, когда начинает свести шиповник, свести луговые травы. И после сбора бересты ее расслаивают, снимают верхний белый слой. Затем ее нарезают на полоски, смазывают растительным маслом. И вот так она уже готова. Это материал эластичный, при этом очень прочный, долговечный. И очень приятно работать с ней, держать ее в руках. Она имеет очень красивый такой золотистый цвет. Мы сегодня сплетем вот такую подставку квадратную. И сверху будет орнамент в виде славянского символа солнца. Нам нужно будет 8 полосок бересты. Из инструментов нам понадобятся ножницы, скрепки и деревянные палочки. В принципе, набор несложный. А где покупают саму бересту? Саму бересту можно купить либо у заготовщиков, ее, конечно, нужно поискать, либо можно заготовить самому. Тем более сейчас у нас берез много, сезон сбора, не за горами, поэтому можно собрать. Любое изделие из бересты начинается с квадратного коврика. Поэтому мы сейчас делаем коврик 4 на 4. 4 полоски на 4 полоски. Складывая их как в шахматном порядке. Вообще, что у тебя, например, самое популярное? Что тебе больше всего нравится изготавливать? У меня самое популярное, это, конечно же, корзинки. Потому что корзинки, они всегда актуальны. И тем более корзины из бересты, они очень прочные и долговечные. А вот данную салфетку, которую мы делаем сегодня, для чего можно использовать? Как подставку для чашки. Либо, например, если ее сплести из более широких полос, то может быть как подставка под горячее. Теперь нам нужно взять скрепки и в углах скрепить, чтобы у нас не распадался коврик. И какое бы мы изделие ни плели, всегда нужно скреплять, пока мы его не закрепили окончательно. Дорогие ли изделия получаются из бересты? Ну, нет, они не очень дорогие, но при этом они всегда ценятся, так как это наши традиции и наши промыслы, которые всегда были на вятке. Теперь мы переворачиваем коврик, убираем с углов одну из скрепок и начинаем загибать полоски. Вначале мы подготавливаем углы. Загибаем ту полоску, которая находится внизу. Если она длинная, то можно подрезать ножницами. Если что, можно будет заменить, либо каким-то образом другую нарастить. Теперь нам нужно загнуть остальные полоски, при этом соблюдая шахматный порядок. То есть, например, если вот здесь у нас сверху, то это должна снизу быть. Проще всего, вот если ты видишь вот здесь такой кармашек, то просто засовываешь в него. Теперь вот следующий карман вот здесь у нас мы точно так же засовываем в следующий кармашек. Если он у нас слишком тугой, то немножко его можно приподнять палочкой деревянной. И теперь находим следующий такой же кармашек и в него тоже вставляем полоску из бересты. У нас остались те, которые мы будем засовывать вот здесь, между двумя верхними полосками. И затем они у нас будут проходить вот как раз в шахматном порядке. Орнамент мы тоже делаем из бересты. Да, он тоже из бересты, но вот он как раз будет из, посмотри, из верхнего слоя. То есть я немножечко, ну, всю вот эту шелуху белую брала. Ну, вот этот вот самый верхний слой, который как раз был вот здесь сверху. Очень похоже на картон на первый взгляд. Ну, при этом он не рвется, то есть если ты его... Ну, да, крепко. Очень крепкий, да. Ну, в общем, если вы будете специально вытянуть, конечно, он порвется. Если этого не делать, все будет нормально. Теперь мы сделаем орнамент вот такой. Для этого нам нужно взять палочку, немножечко приподнять одну из полосок и под самый низ вставить полоску из бересты. Когда мы просовываем полоску, нам нужно, чтобы сверху была сторона, та, которая у нас вот здесь изнаночная. А лицевая сторона белая, она должна быть снизу. Такой славянский орнамент солнца. То есть тут как будто бы лучи солнца. А наш коврик готов. Можно будет пить чай по утрам и радоваться солнцу, даже когда его нету за окном. Последние очумелые ручки нашей программы сегодня найдут применение носкам, которые остались без пары и стали непригодны. Давайте узнаем, что предлагает делать с носками мама пятерых детей Мария Лутошкина. Здравствуйте, меня зовут Лутошкина Мария, я мама пятерых детей. И как в любой семье, у нас есть потеряшки, носочки, у которых нет пары. Но расстраиваться не нужно, мы нашли новое применение. И сегодня я покажу, как из носочков можно сделать куколку. Мне помогут мои очаровательные помощницы Анастасия и София. Итак, к мастер-классу нам нужны носки, иголки, нитка, можно маркеры или фломастеры, синтепон, ножницы. Берем белые носочки. И для того, чтобы понять, где будет лицо нашей куколки, мы должны набить синтепоном. Набиваем плотно, для того, чтобы тело нашей куклы было плотным, равномерным. Это мы формируем тело куклы. Там, где находится пяточка, у нас будет лицо нашей куклы. Сейчас нам нужна будет ниточка, для того, чтобы перетянуть шею нашей куклы. Деваем нитку в иголку. Мы будем с вами перетягивать. Деваем нитку и перетягиваем под шею. Получается вот такое вот тело нашей куклы. И сформировано уже лицо. Мы сейчас будем с вами зашивать. Вот, Настя, у тебя носочек коротенький, у тебя мы сошьем. А у Сони мы можем также перетянуть. Рукоделие очень важно для девочки. Когда она умеет держать в руках иголку, это помогает отремонтировать вещи, помогает создать свои вещи. Развивает воображение. Итак, посмотрите. Из носочков получилось тело и голова нашей будущей куклы. Сейчас мы будем делать для нее одежду. Почему ты такой цвет выбираешь? Потому что он напоминает фиалку. У нас шов ушей не очень ровный. И для этого мы как раз можем одеть любую резиночку от носочка. И она уже скроет этот шовчик как шарфик. Начинаю здесь срезать и вот сюда. Чем удобно шить из носков, тем, что ткань не распускается и смотрятся даже резанные края, смотрятся эстетично и красиво. Итак, вот у нас появился костюмчик. И срезаем с вами еще вот верхушечку, потому что у нас будем одевать сверху. И сейчас сверху одеваем шапочку, Настя. Да, сейчас мы с вами вдеваем нитку с иголкой, чтобы сформировать шапку на шов вперед иголкой. На самом деле сшить ребенку можно уже давать с пяти лет под присмотром мамы. Это развивает мелкую моторику, формирует у ребенка усидчивость. Сейчас нам осталось сформировать ручки и ножки, а глазки мы уже нарисуем. Теперь мы с вами делим пополам тело, которое у нас здесь выставляется. Здесь у нас будут предполагаемые ножки, да? Здесь у нас шов будет называться вперед-назад иголка. Раньше куколок шили из-за мешковины и набивали ее соломой. Соня, знаешь, что такое солома? Что такое солома? Не знаю. Солома это сухая трава. Вот уже ножки появились у куклы нашей. Осталось нам сформировать ручки. Шов вперед, да, и протыкаешь вот тут. И шов сразу же назад, где он был затянут, видишь? Сейчас мы подходим к этапу оформления лица у нашей куколки. Мы приготовили для того, чтобы оформить лицо куклы, фломастеры. А на самом деле можно еще лицо вышить, можно сделать бусинки. Смотри, ноги такие. Ноги такие. Берешь и чмокаешь. Чмок. Итак, дорогие друзья, посмотрите, какие у нас замечательные получились куклы. Занимайтесь с детьми творчеством, рукоделием. Привет! Попробуйте, потанцуйте. Пока! У нас получился целый выпуск очумелых ручек. Надеюсь, какой-то мастер-класс вас точно заинтересовал и вдохновил. Все выпуски нашей программы вы можете найти в группе Девятка ТВ ВКонтакте. Проще всего это сделать с помощью QR-кода. Приятного просмотра, всем пока! Hey! Hey! Do that brand new thing!